Всем привет, друзья! Вы на канале Love Plays. Меня зовут Ульяна. И я думаю, что сегодня мы начнем, вернемся, наверное, к игре Нордгард. Мы уже проходили несколько кланов. Клан Оленя, Клан Газы, Клан Волка и Клан Ворона у нас уже есть на канале. Я ссылку на плейлист, конечно же, приложу под видео. Но и кланов все больше. На самом деле, мне кажется, их станутся больше, даже быстрее, чем я записываю. Поэтому, наверное, надо ускориться. Тем более, что, к счастью, это такая игра, которую можно там действительно за 2-3 серии пройти. Поэтому давайте мы ускоряться будем. А именно мы, наверное... Следующая у нас будет просто по очереди. Клан Медведя. Повелители Стужи, потомки Бьярки, раскрывают свои силы в зимнюю пору. Под покровительством воительницы и ее бронированного Медведя Каи, они могут позволить себе дождаться холодов, а затем послать своих славных воинов к обескровленным соперникам. Сложность из военей всего 1 звезда. Это здорово, кстати. Мне кажется, что остальные были посложнее, да? О, вот эти вот были 2 звезды, на самом деле. Ну ладно, это хорошо. Развитие 2 звезды, войска 2 звезды, поддержка 1 звезда. Ну ладно. Хорошо. Сложность у нас обычная, наверное. Давайте высокую поставим, почему нет. И цвет у нас будет коричневый, как шкурка Медведя. И размер карты, наверное, средний. Название любое. Йорик хорошее название. Играем. Попробуем. Я так понимаю, эти ребята у нас упор делают именно на войска, да? Как волки, например, тоже упор делают на войска, так и Медведи тоже упор делают на войска. Так что это будет такая битва с помощью... Так, Медведя нам, кстати, сразу не дали. Это обидно. Я люблю, когда сразу дают кого-то, кем можно до ближайших волчков чуть-чуть покушать. Освободить земли. Так, сразу же ставим лагерь разведчиков. Сразу же ставим дом. И дом лесорубы сразу же ставим, потому что древзин у нас как раз заканчивается. Так. Давай, один разведчик вперед. Нам нужно, чтобы у нас сохранилось 20 еды на первую какую-то территорию. Первую территорию мы постараемся взять с едой, естественно. Так. Второго разведчика поставить? Не поставить. Поставлю. Надо нам разведать скорее землю. Так. И одного, конечно, лесоруба. Сейчас у нас минус 2 еды. Так, смотрим. Пшеница, камень. Берем. Все, берем. И разведчик один. Прости, чувак. Нет. Иди-ка ты. Иди-ка ты. Еду добывай, а то мы сейчас будем уже голодные слишком. Все. Плюс 1 есть. Даже плюс 5. А почему плюс 5? А, подождите. У нас с территорию? Нет. А, у нас просто поселенец один появился. Все. Я думала, что нам с бонусом с территорию. Ну, нет. Ладно. Так. Дальше. Здесь у нас один волчок. Вау. Вот это место, смотрите. Рыба. Мясо. Придание. Еще и шахта железа. Ясно. Здорово. Так. Тут у нас 3. Здесь у нас 4. Нужно просто скорее, мне кажется, ставить военную какую-то. То есть, конечно же, сперва у нас это люди. А сперва у нас дерево, сперва у нас еда. Но потом... Ну, я просто хочу вот до сюда добраться. Просто, просто мне сюда надо. Так. Все. Ты у нас крестьянин. Ты новенький тоже крестьянин. Еще у нас какой-нибудь новенький есть. Ты у нас дровосеком будешь. Так. 2 волка. 2 волка. 3 овцы. Кстати, неплохое место. Я раньше всегда, когда играла, если честно, я овец прям придерживала до последнего. Но в какой-то момент я изменила свое мнение, свой подход. И стала их чуть ли не вначале резать, откровенно говоря. Просто, чтобы интенсивно развиваться. Чтобы было мясо на то, чтобы шире развиваться. Быстро. Потому что это все у нас, естественно, дает нам ресурсы. Так. Но пока что овец у нас тут нету. 40 сейчас будет. Сейчас вот мы... Вот. Все. Колонизируем. Зима у нас еще не скоро. Так что... Есть. Так. Давайте вообще посмотрим пока что, какие у нас тут есть бонусы. Штраф к производству до зимы уменьшается на 30%. Так. Кто у нас напал? Справитесь? Справитесь. Прекрасно. Вот здесь вот у нас 4 из 5 уже занято. И один я придерживаю. Я поставлю при Центракаров сюда. А вот сюда вот, вот сюда вот мы поставим как раз учебный лагерь. Учебный лагерь. Потому что я хочу... Ну, да. Вот этого полка. Мне надо победить одного. Так. У нас тут прекрасно. Древнее кладбище. То есть у нас будут эти драугары щемиться непосредственно, непрерывно вот сюда. Так. Сейчас, как вы понимаете, я овец не режу, потому что у меня сейчас некуда развиваться. Мне нужен военный учебный лагерь. Так. Хорошо. Есть у нас еда. Есть у нас дерево. Теоретически можно, конечно, поставить рудник. Но, если честно, да. Я бы все-таки предпочла получить золотишко и вместе с ним предание. Потому что у нас... Ну, они дают пассивное питание. Почему нет? Так. Чебный лагерь завершен. Тут из-за того, что нет... Ну, то есть, тут есть, конечно, пауза. Так. Ты поселянин. Нет. Ты у нас не будешь воином. Можно нам кого-нибудь поживее? Поживее. Вот. Ты у нас воином будешь. Так. И что? Бронированного медведя мы нанимаем. Ладно. За еду и... Все супер. Я почему-то думала, что сперва нужно вот эту девочку нанять. Но, к счастью, нет. Ладно. Так. Готовы? Давайте. Волчоночка тут мне приберите. И вот одну овечечку мы заколем. Все. У нас есть мясо. У нас есть мясо. У нас есть новая территория. Так. Прекрасно. Ты пошел плавать. Предание. Думаю, что предание. Давайте мы все-таки на паузу нажмем. Минус в том, что... А, нет. Смотрите. Можно действительно ознакомиться и на паузе. Тут просто какие-то функции закрыты. Поэтому не всегда удобно. Так. В чем у нас вообще бонус? Штраф к производству зимы уменьшен на 30%. Это хорошо. Можем призвать бронированного медведя. Призвали. Он будет восстанавливать здоровье и приносить еду возле рыбного места. Окей. Зимой ваши бойцы не получают штрафа к силу. Вместо этого они получают плюс 10 кустой части. Прекрасно. Какие бонусы нас ждут? Так. Если мы наберем 200 славы, то нам дадут увеличение производства в зоне на 15%. Причем, я так понимаю, они дают бронированную медведь и бар гилд. Они дают в разные зоны. То есть 2 зоны мы можем увеличить. Так. А если 500, то плюс 3 славы за каждого врага убитого в зоне, где есть бар гилд. Ваши бойцы получают плюс 1,5% силы за 100 славы. Кая может заходить на вражескую территорию. Супер. Супер. И как мы можем победить? Победить мы можем как угодно. Мы можем всех просто захватить. Мы можем славы набрать, захватить зону. Набрать славы, построить алтарь конгов, либо торговля. Но торговля это прям супер не наш вариант. Железно. Так. Мудрость. Изучайте предания этой земли, чтобы открыть секрет и прошлый, и получить благословение богов. Нужно построить чудо. Это прикольно. А что за чудо? Памятник богам. Постройте это здание, наберите достаточно преданий, чтобы подтвердить свою приверженность богам. А, это прикольно. Так. Знание пред... Ага, это мы должны все изучить. А после уже поставить памятник богам. Это, видимо, в каком-то обновлении? Или это... Ну, это, наверное, в каком-то обновлении, да. Пришло все. Так, ползу мы снимаем. Все. Сейчас у нас 50 дерев... Нет, не 50, а 80. Ладно. Хорошо. Эту территорию мы пока что не трогаем. Но вот этих ребят мы поставим все-таки вот сюда, поближе к желающим драугарам с нами пообщаться. Так. А тут у нас живет один вепрь. И тут у нас есть гейзер, который приносит плюс 2 счастья и минус 10 к потреблению древесины зимы. Ой, и гномы тут. Ёлы-палы, терпеть их не могу. Они дают, конечно же... Тут они только камень, видимо, добывают. Да, эти только камень добывают, но с ним нужно скоро подружиться. Ну, подружимся, ладно. Будем дружить с гномами, значит. Их убивать нельзя, за это снижают славу. Так, все, у нас есть 80. Давайте начнем с рыбного места, раз что у нас так любит это рыбное место наш медведь. Почему нет? Пускай увеличивает. Так, и... И нам явно уже нужно строить следующим... Ну, не следующим, я думаю, что следующим мы все-таки построим старушку-охотника, а потом мы все-таки построим знахарь, чтобы лечили наших покосных воинов. Так, острый отпор и алжейник. Зимой здоровье планов, неиздронных болезней, восстанавливается. Знаете, я, наверное, начну все-таки с острых топоров, чтобы у нас было больше... Так. Чтобы у нас было больше ресурсов, потому что даже в тех... как-то сказать... Даже у тех народов, которые специализируются на войне или на экономике, а не на ресурсах непосредственно, все равно вот я почему-то так привыкла играть. Мне кажется, что это правильно так играть, чтобы... Была сильная экономика, была сильная база. Ну, вот прям... Если у нас стабильно, хорошо добываются ресурсы, мы можем иногда и с войной косякнуть немножечко. Есть куда падать. Так, это я убиваю волков, потому что заколебали они тут к нам шарахаться. Не то, чтобы я прям сильно хочу эти руины прям сейчас захватить. Нет, я хочу, чтобы от нас отвалили. Ладно, дальше. Я думаю, что мы пойдем к военной победе. Мне интересна мудрость, конечно, но я подозреваю, что они тоже не наше это дело. Я думаю, что у нас, скорее всего, будет агрессивная такая война, поэтому вот сейчас мы выберем и карьеру мы выберем, я думаю, лидерство. То есть у нас будет сильный воевода с телохранителем. Это лучше, чем ополчение, сражевую башню. Вообще хорошее. Вот легион, я, кстати, вообще не понимаю. Вот это вот военные лагеря производят боевой опыт. В какой смысл этот боевой опыт? Его прям девать некуда. Короче, либо защита тылов, либо воевода. Но мне кажется, что все-таки лидерство лучше, потому что защита тылов, там она не особо нужна, если ты просто выжиг все живое. Вокруг на тебя уже никто не нападет, потому что там кто уже и не живет. Так, у нас зима обещает быть спокойненькой, никаких нам тут заморозков нет. У нас положительный баланс древесины, почти положительный баланс еды, но во-первых, у нас есть еще две овцы, которые, кстати, мы одну овцу мы переведем вот сюда, потому что овца пассивно у нас уменьшает потребность в дровах. Так что одна вот здесь, вторая вот здесь, хижина знахаря. Так, где там у нас какой-нибудь коцнутый ты у нас будешь знахаря? Хорошо. Теперь ты у нас рыбак. Наверное. Ладно, мы можем себе позволить, второго тоже знахарем сделаем, полностью просто забьем. Теперь, что у нас тут? У нас тут, у нас тут. Ждем. Ждем старушку-охотника, кстати. Вернуть надо. Ждем старушку-охотника, наверное. Потом ставим рудник. Так, ну-ка, свободный человек. Давай-ка ты у нас будешь человеком науки. Нам нужен что-то интересное. Поток магмы. Нужно захватить эту область, чтобы победить. Победить вы получите 50 обченую. Наковальня богов. Ой, мы можем выковать меч в динахе. Где-то. Когда близко, главное, к нам. Очень-очень мило с их стороны так близко к нам разместить. Так, кого мы там лечим? Лечим вперед воинов. Ну, у воинов так, воинов. Ладно. Поселянин. Еще один поселянин у нас родился. И давайте. Еда, 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 еда. Это жизнь. Так, склады получают производство. Количество еды необходимо леконизации. Давайте ее. Уменьшается на 30%. Это хорошо, а то мы уже тут, у нас тут уже жирненько было 120 на колонизацию новой территории. А тут у нас будет поменьше. Так, о, прекрасно. Тут у нас есть, конечно, три драугра, но у нас зато есть тут вертфельмир. Птичка, которая исследует нам весь мир, если мы ее вскроем. Так, давайте что ли вепре покусаем вот этого вот. Так, ваш зайчик был ранен. Я за себя знаю, я их постоянно тут забываю. Так. Нет, вот так вот. Ты у нас теперь разведчик, а раненый разведчик где-то там. Ты у нас теперь охотник. Все, а то я его забуду потом. Он умрет. Зачем нам? Непонятно. Так, а где у нас воин? Я отвлеклась! Черт, я отвлеклась. А вепрь, оказывается, мощен. Животное и дикое существо. Он прям, он прям хорош. Я почему-то думала, что это так, типа волка или лисицы. Халтурка. Ну, ладно. Ну, как раз, как раз будет чем заняться, да, нашим ребяткам. Давай, добивай. Все. Колонизировать за 80. 80 у нас еще нету. Что там у нас? Что-то нам нужно на счастье. сосредоточиться. Нет, нет, с счастьем, с счастьем не фиг с ним. Давайте мы еще одну овцу забьем. Вот здесь. У меня просто здесь уже все расписано. Смотрите, тут у нас мы можем три здания без улучшения поместить. Одно здание железа, одно здание мяса, одно здание рыбы. Три здания. Здесь три здания. камень вообще камень или железо. Вообще я ее параллельно обычно постараюсь. Так. Кто у нас тут? Лисица пришла как раз. Сестрица. Ну она маленькая. Она маленькая, хлипенькая. Так, разведчик, иди-ка ты вот сюда вот исследуй. Все. Так. Еда, дерево, золото. Все в плюс. Настроение пока что в плюс, но ненадолго. Поэтому мы давайте. Так как настроение у нас создает скорость бонус прироста поселения, населения, то лучше не выпендриваться. Так, 110. Вот. По-хорошему бы... Тут, кстати, все колонизируем. Приносит два счастья и минус 10 к потреблению древесины. Нормально. Так, что у нас тут? зимой здоровье тленоклад на незатронутые болезни восстанавливается. Ред, и это нам надо. Так, насколько у нас ухудшились отношения? Частые атаки. Не сильно у нас ухудшились отношения. Нам нужно пять камня порезчие бы. Чтобы они к нам не щемились. Так, да, так что, так что, так что все-таки на камне мы сосредоточимся. ты строишь здание безработников. давайте вперед. Все, счастье есть. Сейчас народ попрет. сразу надо строить, видимо, дом. Какой-то туман у нас тут. Ничего не видно, даже мне ничего не видно, не то, что вам, понимаю. Так, здание ждет строителя. Ну, дождется. Дождется строителя. Какой у нас бонус сейчас? В чем плюс ноль? У нас хорошее счастье. Мне кажется, нет, смотрите, будет средняя сразу 25 дней. Там было 54 дня, по-моему. Так, золото и немножко преданий. Прекрасно. Все, разведчик занят своими делами. Ты у нас теперь будешь камушки добывать, а ты у нас пойдешь домик строить новенький. Ну, к тому же Тана получила, мы еще нет. Так, какая я бронированная медведь. Так, нет, вы, ребятки, отойдите-ка, пожалуйста. Все, можно возвращаться. Вот гномы, они сильные, заразные. Конечно. Очень, очень сильный, даже один гном сильный. Так, ну-ка, давайте мы второго поставим работать, посмотрим, что там по прогрессу. 23 дня. 23 дня. Ну, значит, не стоит того. Так, крупное землетрясение может нанести урон вашим зданиям. Значит, дерево не тратим. сейчас все, лечим, лечим всех. Сейчас буквально мы накопим пять камня, поставим жертвенный источник, плюс, я думаю, что мы поставим где-нибудь здесь же торговый пост. Так, горбунные производства рыбы увеличиваются. на 30%, можно снять еще одного рыбака. И да, мы наконец-то там. Опять на нас напали. Ну, это волк, ладно. Волк, волк не страшно. Так, что, рыба? Рыба, рыба, рыба. Я думаю, что, значит, знаете, даже вот так вот. Я думаю, что мы устроим пир сейчас на весь мир. Пускай у нас все ресурсы подкопятся, пока не зима. очень хочется все-таки так, люди. Новый человечек у нас есть. Золото пока что нормально. Я думаю, да, следующее, следующее, следующее у нас железо. Следующее у нас железо. Набираем 5 железа. Золото у нас есть. Покупаем бордилт. И совсем у нас все будет хорошо. хорошо, что у нас есть медведь, правда? Очень, очень удобно. Так, все, Кая победила. Иди охоться, дорогуша. Кая, кто она? Могучий защитник. Пацан, значит, не защитник. Кая у нас пацан. Так, рыба есть. Все, добываем по максимуму, по максимуму, тут у нас по максимуму. все, пятерочка. Супер. Где там у нас свободный человек? Иди-ка сюда. И больше мы тут пока что ничего не строим, пока у нас не будет плюс-минус 6. Они, кстати, как будто это, как будто было минус 8. Но я не уверена. Ты строишь, ты у нас добиваешь железо. Все. Ну, как-то так. Хотя сейчас будет пожар, придется его снимать. Ну, ладно, мы снимем кого-нибудь другого. Все, железо добывается, камень добивается, золотишко имеем ввиду, что надо поставить. Так, сюда мы пока не пойдем. Сейчас мы заняты так. Заняты тем, что мы укрепляем экономику. Вот буквально еще минут 10 и мы пойдем уже, я думаю, улучшать нашу армию. Резко, как по носу. Будем улучшать нашу армию. Так. Все, все, все. Ой, кажется, кажется, не успеет. не успел. Ёлки-палки. Ладно. Не успел, так не успел. Бывает. На наши земли напали, конечно же. Кто это? Это волк, не страшно. Так. Все. У нас напали. Напали? Напали. Что там у нас там по прогрессу? Ноль. Все, мир с соблюдением границ. Колонизация зон возле их поселения испортит отношения, но строительство не испортит. Хорошо. Все, заполняем пристань. Сейчас у нас тоже будет плюс. и хочется строить пир на весь мир опять. Прекрасно. И я думаю, что сейчас мы будем уже непосредственно качать оружейника. давайте-ка мы глянем, что у нас тут. О, прекрасно. У нас тут олени. Шесть лис. Тут явно понадобится уже армия. Все, мы уперлись, уперлись в... дальше уже только армию развивать. Черт, дом нужен. Куда бы его сунуть? Вот сюда сунуть. Явно у нас наши все хотелки не тянет в первую очередь количество дерева, да? У нас не хватает количества дерева, поэтому мы построим здесь все-таки вторую лесопилку и она уже нам на плодородную землю, на все улучшалки накопит. А то так мы и долго будем копить. Так, и давайте смотрим, да? Мы развиваем военное дело сейчас у нас. Здесь у нас полностью все заполнено. Копиеваров у нас полностью у нас копиевар. Так, наш кланду хочет ракшу получше, дома получше, все хотят, дерева только нет. Здесь заполнено, здесь заполнено, мы ждем, пока закончится железо. Осталось чуть-чуть, у нас освободится место, и мы сюда поставим склад, чтобы увеличить сразу целых два места при насочи киду. Тут у нас еще есть одно местечко, и я думаю, что мы сюда что-нибудь еще поставим. Так, ты у нас теперь лесоруб, и вот ты у нас теперь тоже лесоруб. Смиритесь. У нас есть денежки, у нас есть денежки, мы ура-ура, ура-ура, ура, теперь есть баргильд, у нас теперь есть кайя, у нас теперь есть силохранитель. Так, в первую очередь мы займем еще одно место с едой, лисы лисы у нас слабенькие, хиленькие, сойдет. Так, и сейчас вот так вот строительство, и посматриваем сюда, не отвлекаемся. О, уже телохранитель пошел лечиться. Все, есть, это мы колонизируем, что у нас тут? Лисья нора, здесь у нас шесть волчков, здесь вот сколонизировать не получится, потому что у нас тогда обидятся гномы. Да, что у нас там по гномам вообще? Скоро, скоро будут дары. Ура! Скоро будут дары. Так, тут у нас приносится каждую зону, в которой есть военный лагерь. Ахахах, давайте. Так, зимний праздник, зимое потребление еды снижается на 30%, а любое другое производство увеличивается на 15%. Либо счастье, либо камни желез. Давайте зимний праздник. Так, и, увы, ребятки, у нас пришла лиса тут священная месторождение. Ура! Все, ты у нас теперь официально просто крестьянка. Ставим тут склад и забываем и забываем обо всем. Все, отбились. Отбились, дерева еще не хватает. Какого бы еще покрошить, покрошить бы. Тут такой выбор, такой выбор. все, теперь они к нам благосклонны и начнут к нам сколько? Что? Все, вот они, вот они враги. Нащупали мы их. У нас, кстати, разведчики кончились. Все, у нас наконец-то мы можем улучшить ратушу. Мы можем улучшить дом, не можем. Дерева не хватает, но скоро хватит. Так, склад у нас завершен. Нам нужны деньги. На армию нам нужны деньги. На армию нам нужны деньги, поэтому мы будем, наверное, строить все-таки торговый пост. Пока что обойдемся вот этими ребятками. Давайте-ка вот сюда вот этих поковыряем. Я птичку хочу. все-таки эту. Что-то у нас по дереву. Улучшаем дом. Все, они довольны. Тут он добрососедствует с нашими гномами. Так, сюда отправляем, будем строить здесь, естественно. будем строить охотничий дом. И надо бы сюда сразу, наверное, влепить башню защитную, потому что если в других местах... так, это поселянин, дерево... давайте их поковыряем, потому что можем. Тут у нас, кстати, волчье логово. Нет, сюда мы не пойдем, хотя... место, вот это хорошее место, с плодородной землей и железом. Тут мы справимся, ладно. Вы сразу давайте охотиться. Да. все. Вот здесь вот у нас, кстати, денежки будут... ты давай вот сюда вот рыбку добывай, ты у нас, дорогуша, давай вот сюда тоже увеличивай производство. Так, и, и, и пожарное крыло клана выгода получает все преимущества. Эх, эх, жаль, что у нас пока никаких преимуществ не изучим, но это не страшно. Так, все золото, и это у нас прям получит бесплатное знание. Пока что никто. Сейчас, кстати, он сейчас может построим, может действительно поотправляем. так, опять на нас кто-то напал. Это драугры у нас на нас напали. Прикольно, а эти чуваки вообще не реагируют такие, ну норм, обычно кидаются драться. Это прям подбешивает, если честно, что они все щемятся к нам. Ты будешь торговцем. возвращаемся, возвращаемся. С линии. Так, а что у нас? А, все, просто, просто чувачки с работы ушли. Тридцовый торговый пост завершено. Прекрасно. Давайте раз, два, и третий у нас так, во-первых, разведчика давайте мы все-таки отправим нам разведать, потому что тут явно золотишко, золотишко мы хотим. Так, дары нам присылают. Что же мы хотим улучшить? Я думаю, что мы улучшим пристык дракаров, чтобы было больше денег. Следующим делом уже, наверное, будем что-нибудь другое улучшать. И нам нужна кузница, конечно. Все нам нужно. Так. Ладно, этот церемониальный костер мы не успеваем. О, исцелен. Прекрасно. Все чудесно. Сейчас мы будем. Перековка оружия щасоносов бесплатно. Случивость всех бойцов увеличивается на 5%. Или бойцы получают 5%. Давайте возьмем специализированное. Так, доступен торговый путь. Наконец-то, гномы. Что мы можем? Мы можем им еду посылать. Получать и денежку, и расположение. Потому что я планирую с ними дружить. Да. Дружить, получить максимум бонусов. бонусов. Так. Здесь нужно 10 камней. Здесь камня пока нет. 10 камня будет. Все, золото у нас прибывает, дерево у нас прибывает, пищи у нас просто очень много. Много-много-много. Я думаю, народ уже может начинать нас бояться. во. Что точно нужно всегда делать, так это конечно улучшает лагерь разведчиков. Черт. Действительно всегда нужно улучшать, кроме того, когда у нас есть вот этот парнишка, наверное. Потому что он возможно нам все откроет. А может и не откроет. Ладно. В любом случае, чтобы открыть чужие территории, нам что же с вами делать. Так, пошли вон. вы нам нужны. Беги, беги, глупец. Все, золото есть, дерево есть. Ой, хорошо-то как. Теперь еще только людей бы. Но на этом мы серию закончим. А в следующей серии мы уже непосредственно бахнем здесь большую армию и пойдем крушить всех, кто вообще просто под ноги нам попадется. Не забывайте ставить лайки, писать комментарии. Увидимся с вами в следующих видео. Пока-пока. Пока-пока. Субтитры